Спуск, подъем, грязь, отрывистый рев моторов и сотня болельщиков. Девять джипообразных снаряжений борются за звание лучшего джип-триальщика этой осени. Джип-триал вновь собрал всех любителей внедорожья и активного отдыха. Этот зрелищный автоспорт действительно уникален. И такие машины, как здесь, вам никогда не увидеть на обычных дорогах. Эти триал-машины и их водители должны преодолеть дистанцию с крутыми склонами и ловушками из грязи всего за 15 минут. В этот раз участников меньше, но, со слов организаторов и зрителей, это самые сильные джиперы области. Каждый из них полон эмоций уже перед стартом. Надеемся, конечно, на победу, но эмоции, как всегда, как будто в первый раз адреналин уже зашкаливает. Каждый раз бывает раз разный. Где-то грязи больше, где-то грунт разный. Поэтому, скажем так, опыт опытом, но непредсказуемые чудеса на трассе, конечно, не без этого. Непредвиденные обстоятельства не заставили себя долго ждать. Изощренная трасса больше всего препятствовала прохождению третьего экипажа. Машина заглохла прямо на середине пути. Казалось бы, собственно, ручно улучшенный джип уже не сможет пробиться сквозь грязевой замес, забивший шины и остановивший мотор. Но экипажу удалось справиться. Правда, пришлось изрядно понервничать. У меня мотор стоит от «Волги». У нее есть обратка. На УАЗах обратка не предусмотрена. Вот что-то с этим связано. Она у меня на малых оборотах не шла. Бах, и полный газ, ну и просто, чтобы хотя бы доехать до финиша. Дело в том, что там же обратка нет, там обратка заглушена. Бензин туда давит. Но, может быть, это не факт, что я бак открыл. Просто я уже на полный газ открыл обе камеры, и она пошла. Заезд не был бы таким мощным и зрелищным, не будь эмоций и поддержки болельщиков. Они помогали участникам и старались запечатлеть прохождение дистанции на видеокамеру. Для зрителей, конечно, интересно. Дети бегают, смотрят. А так, организованно, неплохо, я так могу сказать. Нет такого урожая, как, допустим, ждали грязь. Проводятся такие соревнования. Как бы народу есть чем заняться. Атмосфера, ну, супер. Конечно, погода супер, как бы народу нормально. Устраивать массовые зрелища любителей автоспорта для организаторов – занятие любимое, но нелегкое. Необходимо получить поддержку не только друзей, но и государства. Давай, 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 давай. Ровно, делай, ровно, 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 ровно. Ну, сложности есть, конечно. Это финансовая, как всегда. Хотелось бы поддержку от Акимата, от государства больше. В основном-то все больше на инициативе. Акимат помогает, там, спецслужбами помогает. Ну, чтобы хорошо раздвинуть на республиканском уровне, ну, нужны больше вливания. Ну, это увлечение, хобби, которое уже переросло в что-то большее. Уже частичкой жизни стало. Внедорожная, спортивная и яркая часть жизни для любителей экстремального автоспорта продолжится в ноябре. Тогда состоится очередной съезд джиперов. Их ждет продолжение борьбы за главный кубок. Сарина Шарипова, Ильдар Жунусканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар». Есть, аплодисменты!